Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, друзья, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets с торговыми идеями. Если есть желание все-таки разобраться в том, что происходит на финансовых рынках и поучаствовать в отдельных сделках, трендах, друзья, материал из этого канала точно вам поможет. Лучше ориентироваться, найти что-то, что ранее вами, может быть, и не рассматривалось, недооценивалось, но, уверяю вас, возможностей очень много, и мы стараемся эти возможности подсвечивать не только в формате таких брифингов и периодических видеовыпусков, которые делаем дополнительно, но также и в текстном формате через наши телеграм-каналы. Так, ну что, сегодня очередной насыщенный день. Сразу к повестке экономического календаря. День мы начнем с заседания ОПЕК в 11.00 по московскому времени. Далее в 14.00 заседание Банка Англии, пресс-конференция через полчаса после того, как будут вовлекованы основные параметры денежно-календарной политики. И замыкать день будет, скажем, второсортный отчет по американской статистике и первичные заявки на пособие по безработице. В целом, те релизы, которые были названы первыми, точно не дадут нам скучать, друзья. И завтра, последний день, вроде бы как и закрытие недели, пятница, но расслабиться тоже не удастся, потому что завтра non-farm parallels, которые будут анализироваться в том числе и с точки зрения того, как хорошая или плохая статистика впоследствии повлияет на дальнейшие действия американского регулятора по ужесточению монетарной политики. Предлагаю начать с рынка нефти. Котировки в моменте по Brent 110 долларов 50 центов, как мы ожидали. Рост продолжается. То есть, когда мы рассматривали оптимальные точки входа для Brent, он был по 100 долларов за баррель. Сейчас уже значительно выше, но это еще не предел. Мы, скажем так, на полпути, потому что я сторонник идеи исключительно бычьей динамики и того, что Brent подорожает до 115, до 120 долларов за баррель. Неоднозначный новостной фон. Да, это так. Очень долгое время рост котировок нефти сдерживали опасения, связанные с ухудшением эпидемиологического фона в Китае. Мы вчера об этом говорили. Действительно, все еще сохраняется вероятность введения локдауна в Пекине. Шанхай в изоляции уже больше месяца. Это омрачает перспективы роста китайской экономики, потому что мы понимаем, что в условиях подобных и действующих на данный момент ковидных ограничений, карантинных ограничений, экономическая активность, она просто летит в пропасть, существенно снижается, это отражается на спросе на углеводороды. Фич вчера понизили прогнозы роста китайской экономики с 4,8 до 4,3%. Но этот новостной фон в моменте, друзья, по меркой отошел на второй план, когда Еврокомиссия или, скажем так, Европа согласовала шестой пакет финансово-экономических санкций против России, который подразумевает уже введение эмбарго на энергетический сектор. Поэтапно будет осуществляться этот запрет. На первом этапе, через 6 месяцев, будет полностью прекращен импорт нефти. И до конца года Европа откажется, страна есть, откажется от нефтепродуктов из России. И, конечно же, реакция, которая первая последовала на этот новостной фон, рост цен на нефть. Ранее я уже отмечал, друзья, что как только решение об этом будет принято, все тут же начнут прикидывать, что произойдет с глобальным спросом и предложением, как сильно спрос будет отставать от, точнее, превышать предложение, учитывая то, что само предложение начнет активно сокращаться. Россия – это серьезный игрок на рынке мировых углеводородов. И сейчас сокращение поставок потенциально в объеме до 3 миллионов баррелей, но априори не пройдет бесследно незамеченным для всего мирового рынка нефти. Что касается заседания ОПЕК, я сегодня не жду что-то прорывное. Я не сторонник того, что сегодня ОПЕК все-таки поймут, что они обязаны соблюдать баланс между спросовым предложением и понимают, что очень скоро начнет снижаться предложение со стороны России, компенсируют за счет согласования более высоких объемов нефтедобычи членами аналитического пакта. Я уверен, что никаких решений сегодня принято. Не будет все, останется в соответствии с прежними договоренностями. И ОПЕК будет почивать на лаврах, продолжая получать сверхприбыль, понимая, что при невмешательстве сейчас этой организации в то, что происходит в отношении между Россией и Западом, позволит им заработать еще больше, поскольку рынок нефти продолжит ролировать. Очень важный нюанс. Я отметил, друзья, то, что первый этап санкционного пакета против России, который подразумевает эмбарго на поставку нефти, вступит в силу через 6 месяцев. И ожидается, что где-то в этот период времени начнут смягчаться ковидные ограничения в Китае. То есть предложение просядет, а спрос начнет расти. Это все к тому, что грядет период, может быть, даже не просто высоких цен на нефть, а суперцикл бычьей динамики для рынка углеводородов. И я собираюсь в этом поучаствовать. Не знаю, как будет, друзья, но думаю, что 115-120, кто знает, может быть, даже и новые локальные максимумы мы точно увидим. Индекс доллара 102.63. Очень хорошая тактика, точнее стратегия, которая подтвердила тот факт, что она все еще существует на финансовых рынках. Это покупай на ожиданиях, продавай на фактах. Так оно и получилось. Индекс доллара по факту решения американского регулятора по высшей подсветной ставке на 50 байсных пунктов корректировался. И чего-то нового мы от представителей американского регулятора так и не услышали. То есть ФРС принял те решения, на которые мы, собственно, настраивались очень давно, которые были анонсированы, озвучены еще за несколько месяцев до самого заседания. Какой-то беспрецедентной волатильности не последовал, американский фондовый рынок не обвалился. Поэтому можно сказать, что американский регулятор хорошо справился с задачей изменения параметров денежно-кредитной политики, но без существенного ухудшения рейнчных настроений. Ну а теперь, друзья, к сути по поводу индекса доллара. Я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что коррекция, которая последовала вчера, это не начало нового трендового движения. Это не слом восходящего движения. Потому что фундаментальный фонд как был поддерживающим для доллара, так и остался. Коррекция лишь доказывает то, что мы имеем дело с нормальным восходящим трендом, который периодически прерывается к коррекции, либо определенного рода реакции на определенный новостной фонд. Но в конечном счете траектория и тренд остаются одним устойчивым, в данном случае восходящим. Напоминаю, ставка была повышена на 50 балетных фондов. Это произошло впервые за последние 20 лет. Впервые с 2016 года ставку повысили на втором заседании подряд. Была анонсирована программа количественного ужесточения, либо, как говорят, начало сокращения баланса. В объеме 95 миллиардов долларов в месяц. Но к этому объему, конечно же, к сентябрю, собственно, планируется привести программу. Паул отметил то, что американский регулятор держит руку на пульсе, понятное дело. И остается проактивным в плане того, что нужно еще предпринимать, для того, чтобы остановить рост инфляции. И Паул, друзья, абсолютно недвусмысленно дал понять, что повышение ставки на 50 балетных фондов – это фактически принято решение. И на июньском заседании, и на июльском, я допускаю, что даже на сентябрьском. До сих пор многие считают, что американскому регулятору придется наверстать отсутствие проактивности в прошлые месяцы за счет более агрессивного шага по повышению ставки. Например, на 75 балетных фондов. Если это будет оправданно, то есть если эти предположения реализуются, то, соответственно, такое решение мы можем действительно получить либо в июне, либо в июле. Траектория ужесточения монетарной политики остается направленной вверх. Ждем более дорогой доллар. Золото – 1900 долларов за тройскую унцию. Смотрим на Кайман. 50 на 50. Хороших точек входа нет, друзья. Поэтому я предлагаю подождать уже, как золото отреагирует на отчет по Non-Farm Perils, а в понедельник вернуться к обсуждению перспективы рынка драгоценных металлов. Европейская валюта 1.0614. Вслед за снижением индекса доллара европейская валюта получила свои 5 минут славы и смогла убиться от уровня поддержки 1.05. Но сегодня уже снова корректируется, снижается. Я думаю, что вот такая проторговка и периодический переход инициатив от продавцов к покупателям, и наоборот, продлится буквально до закрытия пятницы. А со следующей недели мы вернемся с вами к нисходящему тренду, который отправит пару евро-доллар ниже отметки 1.05. Статистика плохая. Индекс активности в сфере услуг 57,657. Роничные продажи снизились по еврозоне в целом на 0,4%. Рост цен на нефть текущий доказывает то, что Европа еще ближе стала к стагфляции, замедлению экономического роста на фоне продолжающегося роста инфляции. Ждем даже рецессию, о чем я ранее говорил, и ждем, соответственно, европейскую валюту еще ниже. Фунт против доллара 1.2566. Сегодня предлагаю поспекулировать на решение по процентной ставке и на крайне пессимистичных прогнозах Бейли, главы британского регулятора. В частности, напомню, что Бейли, скорее всего, примет решение повысить ставку снова, поскольку инфляция на 30-летних максимумах, и инфляция стала причиной впервые с 1956 года снижения доходов населения. Я думаю, что в конечном счете ухудшение перспектив британской экономики приведут к снижению курса фунта, и это мы попробуем использовать. Поэтому моя цель личная, субъективная до конца этой недели по паре фунт-доллар, это закрепление пары ниже отметки 1.25. Американский фондовый рынок 4.290 пунктов. Особо, друзья, не обольщайтесь, то, что фондовый рынок вырос. Общий тренд остается нисходящим, и, как и в ситуации с прочими рисковыми активами, это просто лишь коррекция. Допуская либо концу этой недели, либо уже со следующей мы снова вернемся к развитию нисходящей динамики. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!